К чему приведет Украину открытие рынка земли? Принятие в первом чтении земельной реформы президент Украины Владимир Зеленский отметил видеороликом, в котором поблагодарил своих депутатов за отмену экономического рабства украинцев. При этом все отметили аномальное нарушение дикции и неестественно утомленный вид главы государства. Выяснение, что стало тому причиной, отодвинуло на второй план анализ последствий поспешного открытия земельного рынка, в штыки принимаемого двумя третями украинцев. Украинские крестьяне на акции протеста в Киеве не разделяют радости Зеленского от либерализации рынка земли. Фото, ройтез, поводов для страха у украинцев предостаточно. В общих чертах эксперты оценивают решение Рады как сырое, в котором заложено немало минуты, главной из которых грядущий приход на Украину крупных покупателей земли из США, Евросоюза. Ближнего Востока и Китая. То, что это вопрос уже решенный, а обещанный Зеленским референдум о допуске иностранцев к покупке земли так и останется обещанием, на Украине пока нет даже законодательной базы для проведения референдума. Примечание. РГ следует из тезисов, распространявшихся среди депутатов президентской фракции. Один из пунктов, например, гласил, что иностранные хозяева украинской земли будут вынуждены защищать ее от российской агрессии. Минус. Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет. В действительности, эксперты опасаются, что экспансия иностранного капитала уничтожит украинское мелкое и среднее фермерство. Под ударом окажутся и крупные агрохолдинги. Дело в том, что сегодня вся украинская земля принадлежит государству, около 10 миллионов гектаров, и примерно 1,7 миллиона бывших колхозников и членам их семей, между которыми в 1994 году были равномерными паями распределены более 30 миллионов гектаров. Эти паи можно передавать по наследству и продавать право пользования или долгосрочной аренды, чем пользуются фермеры и крупные агрохолдинги, составляющие свои земельные банки до 700-900 тысяч гектаров, из таких арендованных паев. Начало свободной продажи означает массовый разрыв договоров аренды и начало процесса огораживания, печально известного из британской истории. При этом выкупить целиком собственные земельные банки, а тем более увеличить их площадь местный производитель, скорее всего, не сможет. Украинский аграрный бизнес, в том числе и крупный, сверхмеры закредитован, испытывает недостаток свободных средств и заведомо проигрывает ценовую гонку транснациональным корпорациям вроде американской «Кагил» или немецкой «Пэээ». Те оперируют сотнями миллиардов долларов и не один десяток лет присутствуют на украинском рынке в роли экспортеров семян, удобрений и техники, посредников и оптовых покупателей. Теперь они сами могут стать хозяевами украинской земли, и конкуренцию им составят только арабские инвестиционные фонды и китайские банки, также демонстрирующие интерес к украинскому чернозему. Минус. На Украине резко снизилась численность населения. Переориентация сельхозпроизводителей на глобальный рынок нанесет удар по рынку внутреннему, прогнозируется сокращение посевов овощей, картофеля, бахчевых и прочих незерновых, скоропортящихся культур, имеющих в сбытной Украине и поставляемых соседям. Этот процесс, собственно, уже идет. В нынешнем году Украина впервые стала импортером картофеля, в том числе из России. Углубление этой тенденции грозит дефицитом овощей и упадком перерабатывающей отрасли. Производство закусок и солений из импортируемого сырья сегодня выглядит абсурдно, но завтра может стать реальностью, с соответствующим ростом себестоимости и потерей конкурентных преимуществ. Аналогичный удар переживет животноводство из-за сокращения выпасов и кормового растеневодства. Наконец, начало продажи земли может привести к тектоническим социальным сдвигам. Продажа земли во многих случаях будет означать и отлучение ее бывших собственников от крестьянского труда. Глобальные игроки, как свидетельствует мировой опыт, предпочитают давать работу своим специалистам и использовать дешевый труд мигрантов. Социологи прогнозируют массовый переезд селян, получивших средства для первого взноса по ипотечному кредиту, в города, где и без того высокий уровень безработицы. Увеличится и поток трудовых мигрантов из числа обезземеленных крестьян в ЕС. Запустение украинских сил и сокращение населения до 12-15 миллионов человек, достаточных для великой аграрной державы, вполне реальная перспектива, предсказываемая местными экспертами. И нельзя сказать, что у Зеленского ее не осознают, обещанная легализация казино, легких наркотиков и проституции, должна, по мысли правительства либертарианцев, сделать процесс утраты земли и последних атрибутов независимости менее болезненным. В мире экс-СССР Украина экономический кризис на Украине. Продолжение следует...